Привет, привет, привет. Тема нашей сегодняшней АСМР-медитации. Как ты думаешь, какая? Даже представить себе не можешь, что это такое за медитация сейчас будет. Ты, конечно, будешь улыбаться, когда узнаешь, но мы будем убивать сразу этой АСМР-медитацией двух зайцев. Я тебе прошепчу рецепт одуванчикового меда. Да-да-да. Я вчера готовила одуванчиковый мед, и сегодня я его разливала по баночкам. Да, немножко осталось. Я попробовала потрясающие вещи. И, конечно же, я не могу не поделиться с моими любимыми подписчиками и гостями моего канала вот такой вот штуковиной. Называется это одуванчиковый мед. И так, конечно же, нам потребуются одуванчики. Одуванчики лучше собирать в солнечный день, когда они полностью раскрыты. Крупные головки. Выбираете где-нибудь полянку подальше от дорог, где не ездят машины, где меньше химии, потому что вы же это потом будете кушать. Итак, выбираете где-нибудь в парке или в лесу полянку с одуванчиками, но где-нибудь в экологически чистой зоне. И собираете одуванчики поштучно. Да-да-да, поштучно. Головки. Одни головки. Вот эти вот соцветия без ножек я срывала руками. Но вы лучше оденьте перчатки, потому что все равно пыльца и молочко, которое выделяют одуванчики, очень сильно пачкают руки. Потом придется это все дело отмывать. Ну да ладно, я отмыла, и вы отмоете. Ну а что мы продолжаем? Одуванчики мы с вами считаем. Да-да-да, считаем. Раз, два, три, четыре, пять. Нам надо 300 штук насчитать. 300 штук. По разным рецептам. Разные варианты. Но я собирала 300 штук. А так как у меня несколько головок в огороде были маленькие, то я собрала 310. Вы смотрите сами. Если одуванчики такие увесистые, крупные, то, конечно же, 300 штук будет достаточно. Заранее запаситесь с сахарным песком, потому что сахарный песок понадобится 750 грамм. Во многих рецептах пишут, что нужно по лимонной кислоте. Если вам в падлу сходить с лимоном в магазин, то, конечно, можете использовать порошок лимонной кислоты. Вам понадобится половина чайной ложки. Но мне было не в падлу. Я пошла и купила целый лимон. Правда, понадобится только половина лимона. Короче, наливаете воду. А, нет, забыла, забыла. Подождите. Там в рецепте, который я для себя брала, там было написано, что нужно ножницами обстричь вот эти желтые лепестки аккуратненько, типа аккуратненько, вместе с бойцой в тазик. И потом солить 750 граммами воды. Вы можете делать так. Если вам не в лом, ножинками стричь 300 головок одуванчиков. Мне было в лом. Дочери моей тоже было в лом. Поэтому мы использовали предварительное замачивание. То есть, когда одуванчики я собрала и принесла домой, я их в таз запустила и солила водой. И прикрыла сверху крышкой. И замочила их на сутки. Через сутки я воду слила. И похрену на все эти зеленые чашелистики. Залила 750 грамм воды. Ну, воду слила. Даже отжимать не стал. Далила в кастрюлю 750 грамм воды. Положила туда мои замоченные дуванчики. И стала кипятить на медленном огне. Как только, как только у вас вот эта вся жижа желтая закипела, мелко режете половинку лимона и туда ее опускаете. Еще раз говорю, кому лень в магазин идти за лимоном, могут использовать лимонную кислоту. Получай на ложке. Вот она, эти 750 грамм воды. И 300 головок от ванчиков. Для чего нужна лимонная кислота? Она нужна для того, чтобы от ванчиковый мед имел красивый оттенок. Получается супер. Сами посмотрите. Чтобы у меня красивый оттенок. И сохранились питательные вещества. Итак, закипел наш с вами одуванчиковый бульон. Лимонную кислоту или половину лимона вы туда запятюрили. Потом, потом на медленном огне кипятите 30 минут. Потом снимаете с огня. Остужаете. Остужаете. И я шумовкой доставала. И руками отжимала вот эти вот одуванчики. То есть нам нужна вот эта жидкость, которая вот этот сироп. Одуванчики тщательно шумовкой достаем. Значит, тут же выжимаем их и выбрасываем. Остается уже такой ароматный сироп. Опять мы его ставим на плиту. Опять мы его кипятим 30 минут. Но уже с сахаром. Да, порция сахара 750 грамм. Я, конечно, на глаз сыпала. Вы можете взвесить. 750 грамм засыпаем в эту жидкость. В ароматную. Она уже будет вкусно пахнуть. Вот. Засыпаем в эту жидкость и кипятим. Помешивая. Потому что сахар пока не растворится, может пригореть. Дальше 30 минут прокипятили. Я кипятила под крышкой, чтобы там всякая полезная хрень не улетучилась. Да. Далее прокипятили. Прокипятили. И сняли опять с огня. И можно прямо горячим разливать. Получаются две полулитровые банки. Ну, по крайней мере, у меня так получилось. Банки, конечно, предварительно нужно простерилизовать. И прямо горячий мед разливать. И закрывать. Можно пластиковыми крышками. Штука получается очень сладкая. Но, блин, такая вкусная. Реально вы не пожалеете. Самое главное, очень полезное. И самое главное, это можно как эксклюзивный подарок потом кому-нибудь подарить. Да. Используйте во благо. Рассказывайте, что у вас получилось в комментариях. Для тех, кто не подписался, подписывайтесь на мой канал Валекса. Все очень люблю. Говорите, как вам моя новая СМРочка с рецептом. Согласны ли вы пользоваться этим рецептом? Всех люблю. Всем пока-пока. И обязательно, обязательно приготовьте варенье из-за твальчиков. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok